Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу с вами поделиться своими покупочками из Икеи. Если интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Честно признаюсь, покупочек было немного, но они были нужны, поэтому мы в Икею съездили. Вот в таком пакетике они располагаются. На самом деле пакетик очень маленький. Ну и давайте приступим. Сразу вам покажу. Значит, что я купила? Купила одну вот такую вот баночку. Я их сейчас дома использую. И у меня их на данный момент штучек 6 точно есть. Чии. Я в них храню соль, храню соду. И недавно делала очередной торт. И поняла, что мне, наверное, нужно сюда еще и какао переместить. И хранить какао. Потому что в пакетике, либо в коробочке оно в основном начинает рассыпаться. И там, где оно хранится у меня, по всей коробке. И поэтому я решила, что какао тоже сюда стоит переместить. Тем более, что выпечку я делаю часто. И часто какао мне нужно. Поэтому приобрела одну в баночку. Больше не покупала, потому что на данный момент больше и не нужно. Ни для чего. Дальше вот такую вот щеточку купила. Как вы знаете, это куда-то там в бутылке пролазить, где горлышко тонкое. Но нужно помыть, почистить. Для этих целей я купила. Давно я в ней нуждалась. Вот. И мне было не принципиально, что из Икеи. Просто я была в Икеи. Она мне попалась на глаза, эта щеточка. Поэтому я ее купила. Вот. Стоила она крайне бюджетная. 90 центов. Ну, думаю, что хватит мне надолго. Потому что такие бутылки я мою не так часто. Поэтому думаю, что даже этой щеточке на несколько лет точно хватит. Дальше, что касается кухни, я приобрела два полотенчика. Это самые простые, по 50 центов полотенчики. Вот такие вот. Всеми любимые. Покажу поближе название. Но они обычно были белыми. А здесь я видела, что они такие еще и бежевые есть. Я подумала, что бежевые очень даже классно будут на кухне. Они классно впитывают. У них действительно ткань очень хорошая, такая впитывающая. За это они мне и нравятся. То есть я на кухне такими полотенчиками люблю вытирать руки. Но мне показалось, что вот именно в бежевом варианте они будут еще даже дольше служить, чем белые. Потому что белые, они быстро тускнеют. Они быстро вгрязнятся. Впитывают себя вот это все быстро. Так что думаю, что белые в этом плане будут даже лучше. Дальше, что купила. Конечно же, я купила вот такие вот салфетки. С которых, мне кажется, ни одна поездка в Викене не обходится. Вот муж просто безумно их любит. Я, может быть, даже бы иногда бы обошлась в любви с них. Хотя, может быть, здесь уже буду лукавить. Потому что все-таки они потрясающие по качествам. Они мягкие, нежные. Мы их используем во всех сферах жизни в доме. Не только там где-то что-то на кухне, а вообще. Действительно, во всем исходе. Дальше, давнишняя моя такая хотелка, это вот такая вот бутылка. Ой, как я себя пыталась по рукам бить. Но все-таки не купить. Я сопротивлялась очень много месяцев именно этим бутылкам. Но решила в конце концов все-таки взять. Думаю, что я хожу, докручусь возле них. Если нравится, нужно брать. Мне, конечно, дизайн очень нравится, лаконичный. В этой бутылке я планирую помещать зелень. У меня вот в боковом таком кармашке, в холодильнике, есть место для таких вот вещей. И, вы знаете, зелень хранится в бутылках в таких вот емкостях достаточно долго. Особенно, если их так вот закрываешь, то действительно срок хранения увеличивается. И я сейчас храню в обычных таких банках. Но обычная банка туда вот в бок не становится. Я вовнутрь в холодильнике в полке кладу. Это все дело и благополучно забываю. Потому что там через банку, ну, там такая банка, что сложновато как-то видно. То есть я это забываю и не замечаю. И то есть получается иногда, что зелень выбрасываем, не доедая ее. А я так подумала, что если в эту банку поместить зелень, например, лук, укроп, когда он будет свежий, и сбоку он будет стоять, то я, скорее всего, буду постоянно его видеть. И тогда постоянно-постоянно буду использовать. Так что вот попробую. Тем более, когда не будет зелени. Если будет какой-то компотик сварен, да, либо сок какой-то, либо даже молоко можно сюда прилить. То есть если мне понравится, будет это классно, здорово и удобно, я тогда еще несколько докуплю. Пока купила одну штуку, чтобы просто посмотреть, все-таки удобно ли это для меня. Дальше я, девчонки, у меня белая посуда, но я не удержалась от такой сероватой тарелочки. Мне просто очень сильно привлекла форма. Я подумала, что в эту тарелочку действительно какие-то блюда очень интересные можно оформлять. Вот смотрите, внутри даже какой-то узор небольшой есть. Вот так вот она выглядит. Она достаточно просто выглядит, да. Но мне кажется, сюда какой-то салатик, даже слоеный можно сделать, даже чуть повыше какой-то поместить. То есть очень интересная тарелка в плане именно формы. У меня подобной формы ничего нет. Когда я это увидела, мне показалось, что действительно разнообразные блюда можно внутрь поместить, и их как-то использовать и в быту, и должно это прижиться. Ну вот должно. Поэтому, конечно, я очень рада, очень-очень рада, что приобрела эту тарелочку. Но опять же, я опять много не брала. Взяла одну, если очень сильно приживется, если понравится. И тогда уже можно докупить еще несколько штук. То есть я обычно делаю так. Поэтому и тарелочка эту приобрела тоже в одном экземпляре. Ну и, девчонки, и последнее. Я же вам говорила, что не очень много мой покупок. Вот уже пакет пустой. Последнее, что я вам покажу, это Ikea 365. Вот такая форма. И я вам такую форму уже показывала. То есть только она была намного-намного больше. Но так как мы пока с мужем вдвоем, не всегда нам нужна эта огромная форма. Поэтому вот эта мне оказалась очень удобной. И здесь вот есть такие ручки. Да? Вам вот видно. Вот они, эти ручки. И действительно, с духовки доставать за ручки, за эти бра держать. Легко на стол, например, ставить. Тоже очень легко. И, конечно, все-таки я приобрела еще вот такой вот маленький размер. У меня есть похожая, но она стеклянная. И она очень такая не широкая по высоте. То есть по высоте она очень мелкая. То есть в половину меньше. Мне все-таки удобнее использовать форму, которая высокая. Поэтому я от той, наверное, избавлюсь. Может быть, в Беларусь отвезу к папе в дом. Потому что там тоже духовку мы планируем купить. И, может быть, где-то что-то там мелкое будем запекать. Потому что там из таких вот форм вообще ничего нет. То есть все равно-то и пригодится. Выбрасывать, конечно же, не буду. Все-таки поддерживаем фюгги. Как говорится, да? Тоже хотим немножко участвовать в этой системе, в этом течении. Вот. Но вот эту форму я здесь на каждодневную основу, на постоянную основу, конечно же, здесь буду использовать. И та большая, и эта форма одна в одну ставится и компактно хранится. Это, конечно, несомненный плюс для меня. Те, кто следит за моим каналом в плане организации хранения, вы это, конечно же, наверняка знаете. Ну, это все на сегодня. Да, был маленький ролик. Да, было покупок немного. Но все-таки это очень разумно. Когда вы можете купить лишь то, зачем едете в Икее. Это здорово. Мне кажется, это не каждый может. Я тоже стараюсь себя в этом плане контролировать. Чтобы действительно покупать то, что мне конкретно нужно. В этот раз я по Икее, конечно, походила. Все рассмотрела тщательно, медленно, аккуратно. Ну вот, девочки, это было все на сегодня. Надеюсь, что ролик вам понравился. Обязательно пишите свои комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.